Добрый день, дорогие друзья! Приветствую вас на моем канале. Меня зовут Катя Сушкова, а здесь я рассказываю о Швейцарии. О Швейцарии, к слову, в последнее время как никогда приятно рассказывать, потому что наконец-таки наступило классное время года, уже заканчивается весна, вот-вот начнется лето, голубое небо, все цветет, дети играют на улице, на детских площадках, люди все больше проводят времени вне дома. Впрочем, как и я сегодня, я решила не снимать видео внутри в квартире, раз хорошая погода, выйти поискать какое-то симпатичное место. Нормально я нашла место, шла-шла и упала в сад замка. На самом деле это замок Пранжана, Пранжан это городок по соседству от Неона, я сюда на велосипеде доехала за 15 минут. Все, никак не дойду туда внутрь и хочу как-то вам записать все-таки видео о замке Пранжана. Я думаю, кстати, если вам интересно, что там внутри, напишите мне в комментариях, я обязательно посещу замок, тем более он так близко к дому. Настроение, кстати, просто потрясающее, потому что весна, хочется жить, творить, больше тратить денег, вот как раз это, наверное, самая главная тема будет этого выпуска, потому что в апреле у меня было, наверное, больше трат, чем за весь последний год, потому что последний год был таким под флагом экономии. С момента, как я сюда переехала, я чувствовала себя в таком жестком режиме экономии, потому что пока я сюда переехала, как бы вы понимаете, что когда переезжаешь в Швейцарию, никто тебя не встречает там с зарплатой, с квартирой, в общем, со всем этим обустроенным, надо дорожку себе пробивать, вот, и это занимает какое-то время. Первый год, конечно, он непростой, я думаю, второй тоже, второй будет уже полегче, в общем, поэтому был такой настрой на экономию, меньше тратить, вот, но в какой-то момент, наверное, вот как раз началась весна, я поняла, что я так больше не могу, мне хочется добавить в квартиру каких-то элементов декора, поменять шторы, повесить более светлые, ой, у меня солнце сейчас ослепляет, сейчас я очки надену, подождите, вот, тогда я вообще ничего не вижу. Ну ладно, продолжим так. В общем, захотелось обновить квартиру, добавить яркие шторы, потому что темные шторы делали ее какой-то пещерой, мне хотелось, чтобы всякие творческие процессы в моей голове работали, поэтому захотелось больше цветов, в общем, я зашла в несколько онлайн-магазинов и все, потом все как в тумане, сделала несколько заказов, давно такого не было, видимо, вырвалось это, в общем, решила, что потом как-нибудь заработаю, сейчас важно, чтобы мне было комфортно в квартире, я сразу скажу, не потратила какие-то бешеные суммы, но купила маленькие приятные детали, которые меня теперь радуют. Вот, потом, какие у меня еще траты были, я забронировала прям несколько поездок в Испанию, мы туда поедем два раза точно, вот на этой неделе, кстати, мы едем в Севию, это в город, откуда мой молодой человек родом, поэтому мы там поедим и пататас бравос, крокетас, вот эти все, всяких морских гадов, если в Испании были эти слова для вас не пустое место, вы знаете, о чем я говорю, вот, уже солнце прошло, можно снимать, так что уже прям я соскучилась по всем этим испанским вкусняшкам, в общем, проведем там длинные выходные и потом вернемся в Швейцарию, и в июле забронировали такой прям хороший отпуск тоже на юге Испании, но в пляжной зоне, проведем там неделю с друзьями, в отеле все включено, не знаю, будем ли мы вообще оттуда выходить, но должно быть весело. И в сентябре я полечу в Барселону, потому что мне надо заниматься подачей на гражданство Испании, вот, и надо собирать документы, проходить там всякие тесты и так далее, так что я минимум три раза в ближайшие месяцы буду в Испании, чему я очень-очень-очень сильно рада, вообще, мне кажется, в Швейцарии вот приятнее жить, когда знаешь, что ты там в следующем месяце и полетишь в какую-то страну теплую, поесть вкусняшки и немножко отдохнуть, но в целом, как бы, зажиточные, да, богатые люди, которые живут в Швейцарии, они так часто и делают, у них там минимум одна поездка на выходные забронирована в месяц в какую-то страну рядом в Европе, где они отрываются по полной, поэтому все будет, я думаю, в следующем году уже заживем, в этом, да, немножко экономим, но в следующем все будет. Вообще, на самом деле, кроме этих трат, которые я озвучивала, меня, видимо, поднесло, я много еще чего себе купила, во-первых, я оплатила курс по коучингу, в феврале я столкнулась с не очень такой приятной эмоциональной турбулентностью и как-то искала ответов, искала профессиональной поддержки, но не хотелось обращаться к психологу, там я уже бывала много раз, не хотелось копаться в детских травмах, просто хотелось какой-то мягкой, приятной, такой комфортной поддержки и мотивации от знающего человека, от профессионала, и тогда я пообщалась впервые с коучем, мне посоветовали одного человека, и мне так понравилось, что я думаю, блин, столько классных инструментов, а почему я сама этим не займусь, тем более я проходила обучение по психологии в Испании, мне тогда это очень понравилось, я подумала, что, возможно, я бы могла себя видеть коучем или психологом в будущем, и вот настал этот момент, я как-то так раз за день решила, что, а почему бы и нет, а почему я бы могла как раз этим заниматься в Швейцарии, так что я платила обучение в этом месяце, и начинаю обучаться коучингу, и практиковаться я начну явно еще в процессе обучения, мне нужны будут ученики, клиенты, так что, возможно, я к вам еще за этим обращусь, если кто захочет, ко мне сможет прийти на консультацию. Сейчас как раз работаю над сайтом, еще одна трата, платила разработку сайта, он уже в процессе, очень красиво получается, и если, нет, пока еще не буду вставать ссылку, потом поделюсь, пока он еще в процессе разработки. Вот, значит, какие еще затраты? А, я, значит, инвестор, инвестор года, я давно пробую, как-то инвестирую, сейчас, момент, опять, в различные акции пробовала и криптовалюты, но с криптой как-то мне не зашло, потому что я очень стрессовала, очень нервничала, я поняла, что вся эта история не совсем для меня, а слишком она волатильная, вот. А с, вот опять солнце ушло, а с акциями все более понятно, и я посмотрела видео об одной компании, которая обещала просто выстрелить в следующем году, в 2025-м, и у них довольно дешевые акции сейчас, прям очень дешевые. И я подумала, что, о, дешевые, я сейчас накуплю много, и к 2025-му они как раз выстрелят, а в итоге я купила в начале апреля, в начале мая просто выстрелила, сейчас скажу вам, плюс 150% от того, что я купила, я думаю, о, круто. И были еще какие-то затраты, в общем, я в апреле потратила неимоверно много, но в мае я стала замечать, что из всех моих затрат вот этих я сейчас вижу уже результаты, даже эти акции, да, вот уже какой-то приход приятный, вот, на эти, на вакансионность, хочу сказать, на отпуск, на отпуск деньги будут. Правда, еще акции не продала, потому что они каждый день, еще там 5%, еще 10%, еще, еще, я думаю, блин, когда же, когда же их уже продавать, ну, не хочется продать их дешево, да, желательно там, когда они уже достигнут своего пика. Ну, посмотрим, как пойдет, в общем, мне эта вся тенденция нравится тратить, и потом, оказывается, деньги обратно приходят, это, как говорят, закон денег так работает, поэтому я и дальше намерена больше тратить. Сейчас поедем в Испанию, я прям уже соскучилась за, именно за шоппингом в плане одежды, хочу себе там много чего купить, уже даже посмотрела какие-то видео там по стилю, как что подбирать, так что буду тоже составлять свой гардероб и покупать какие-то новые вещи, потому что в Швейцарии с модой, в принципе, некоторые проблемы, я уже снимала на эту тему видео с Екатериной Стегни, она как раз стилист в Женеве, и здесь такая довольно-таки устарелая мода, коллекции, которые продаются в магазинах, они, как правило, выглядят, как будто эта мода была 20 лет назад, что-то такого свежего, модного, мало где можно найти, поэтому поедем в Испанию, в Севи, в Севи там есть аутлет деревня в пригороде, поэтому мы туда поедем и, надеюсь, что-то куплю красивенькое и приятненькое себе сделаю. Я думаю, что в Испании я тоже обязательно буду снимать, как проходит наш отпуск, мы не были там с сентября, мой молодой человек очень хочет уже увидеть свою семью, своих друзей, побывать в месте, где он все знает, все любит. Я тоже уже не раз была в Севи, люблю этот город, и сейчас еще пока не очень жарко, потому что летом у них вообще там до 40 доходит, сейчас будет плюс 30, всего лишь плюс 30, так что будем брать шортики, маечки и отдыхать там. Я уже прям хочу вот это все вкусненькое покушать, все эти крокета с морепродукты, я очень по этому всему соскучилась. И это было, в принципе, все, о чем я вам сегодня хотела рассказать. Надеюсь, у вас все тоже супер, вы радуетесь хорошему времени года, делаете шашлыки, проводите время с друзьями и наслаждайтесь тем, что уже скоро наступит лето. Я вас целую, обнимаю и до встречи в следующем видео. Пока-пока!